ПРОПЕЛЛЕР Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Всем привет! Большой! Марина Никонова развела руками. Вот снова, снова. Как это мы здесь? Первый наш сюжет посвящен крутым тачкам. И не просто так. Ну то есть у нас выходит мировая премьера, фильм «Форсаж». Уже, как я понял, седьмая часть. Если честно, говорить о фильме «Форсаж» мне немножко трудно. Потому что я ни одной части фильма «Форсаж» не смотрел. Как? То же самое. Да вы че? Я его видел, когда, ну допустим, приходишь домой, щелкаешь каналы, а идет, да, знаешь, «Форсаж». Было время, когда у меня дома отключили интернет, и у меня на «Флэшке» было закачано пять частей «Форсажа». И ко мне каждый день в течение недели приходили разные компании и друзей. Я всегда, а давайте устроим марафон «Форсажа». За пять-шесть лет я посмотрела «Форсаж» наверно больше пятидесяти раз. Мы организовали сегодня такую премьеру. Это всероссийская премьера «Форсаж 7». Сделали выставку спортивных автомашин от сообщества «Сахадрифтсериас». Ты участвуешь в гонках? Я участвую на дрифте, на драге. Я люблю скорость, я люблю драйв, как бы дрифт. Это ощущение эйфории, когда ты едешь. Ну это просто классно на самом деле. Участвуешь ли ты в гонках? Ну нет, я просто для себя такие машины покупаю. Что для тебя важнее, внешние машины или то, что под компотом? И то, и то. Больше то, что внешний сталин. Сегодня премьера фильма «Форсаж». В этом фильме всегда очень много красивых девушек. А ты у нас какие вкусные дрифты, что можешь сказать о том, что катаются ли девушки? Девушки постепенно вливаются в нашу тусовку. У нас есть представительницы приказного пола, которые и участвуют, и организуют соревнования по дрифту. Что лучше, вот внешний облик или то, что под капотом? Начинка, та внутренняя, которая на самом деле позволяет машине ехать так, как она едет. Конечно, это важнее. Но при всем при этом, соответственно, машина должна привлекать. Дорого ли обходится содержание такой машины? Ну, довольно таки дорого. Если особенно участвовать в соревнованиях по дрифту, то особенно затраты на резину бьет по карманам. Привет! За что ты любишь фильм «Форсаж»? Ну, во-первых, за то, что там быстрые машины, и все это очень-очень красиво снято. Ну, хотелось бы, конечно, надеяться на продолжение фильма. Седьмая часть ожидания. Ну, хэппи-энда хотелось бы ожидать. Думаю, лучше будет, чем в предыдущей части. Я не знаю. Из гонок они грамотно, плавно перешли на боевик, на перестрелки. Это все очень хорошо вместе сочетается. Второй наш сюжет посвящен опросу, который провел наш коллега Константин Бондарь. Он посвящен тему того, что слушают наши горожане в своих автомобилях. Вот, и сразу первый вопрос. Марина, что предпочитаете слушать вы? Не знаю, я когда сажусь в машину, как бы, у меня есть либо флешка, либо, когда флешка надоедает, я включаю радио. Включаешь самый-самый громкий трек, где есть самый крутой баш, что бум-бум-бум, и в головах у тебя мысль крутится, вот когда ты мимо девчонок проезжаешь, как будто они думают, нифига, у него классно из машины играет, он, наверное, какой-то крутой. Вот, ну это 18 лет. А по правде такие девушки идут и думают, господи, это что такое вообще бескусица? Когда ты в машине, ты думаешь, что всем твоя музыка же нравится. Да вообще, я бы даже сказал глобальный. Людям свойственно думать, что и всем нравится их музыка. Я тебе сейчас поставлю такой трек, ты обалдеешь. Братан, можно вот выключить это сейчас, потому что невозможно. Девушка, здрасте, здрасте, привет, привет, привет. Вы катаетесь на автобусах или, может, на такси? Да. Да. Нет? Какую вам музыку приходится там слушать, если вдруг у вас, как сейчас, нет наушников? Русское радио в основном. Нравится? Нет, шансон. Начинаю от якутской эстрады, заканчиваю шансоном. По псу. А какие, примерно, песни? Не знаю, новые, которые какие-то не оченьские, там «Мама Люба», «Санта Лючия» всякие. Ты хочешь плакать в этот момент? Да. Шансон обычно там играет. Песни где-то в 80-е, в 90-е. Напой хотя бы одну. Напой уже, какой мужчина. «Мама», «Мама», «Мама». А какую бы музыку хотела слушать? Допустим, «Европа Плюс» или «Лапа». Обычную, любую. У меня без разницы, какая музыка играет. Вы сейчас какую музыку в наушниках слушаете? Корейскую. «Линкенпо». «Бэйби Лап», «Николь Шернгер». «Тревис Кот». Знаете такого? «Imagine Dragons», например. Или «Эминум». Здравствуйте, можно, пожалуйста? Ты какую музыку предпочитаешь? Я олдскул слушаю. Ну, еще трэп иногда и сэп. В принципе, любой. «Блэкстар». Короче, «Л1». Да. Разная. То есть, ты любишь «Владимирский Централ»? Ну, не знаю, я не слышал никогда. Никогда не слышал? Ну да. Сколько тебе лет? 15. 15. А оно-то и понятно, почему не слышал? Ну, рэп, урок даже могу послушать, поп, да все угодно. Давай попробуем сделать ремикс. Я буду петь «О боже, какой мужчина», а ты делай «Тун-тун-тун-тун-тун». Давай. Раз, два, три. «О боже, какой мужчина». Ты говоришь, что ты слушаешь всякую разную музыку, но как я не задам тебе вопрос, какую музыку ты слушаешь? То есть, определенного исполнителя ты говоришь «Нет, не слушай». Потому что я на группу не обращаю внимания. Хорошо. То есть, у тебя пиратские кассеты? Какие кассеты? Йоу. Если бы ты была водителем автобуса, то там была бы «Baby Love». Нет «Love Radio». Я бы не включил музыку. Ты считаешь, что нужно уважать общественное мнение? В основном надо радио, наверное, ставить песню в транспорте. А если на радио будет мама Люба? Я заплачу. Дашь на велике прокатиться? Наша следующая тема посвящена музыке. Это что? Ты сейчас изобразил. Полубасист, полусоло-гитарист. Я долго тоже пытался для себя определить, что же такое рок-музыка лично для меня и как ее можно определить. Ну, понятно, что слово «рок» происходит от названия жанра рок-н-ролла. Рок-н-ролл – это танец. Трясись и катайся. Сотрясайся. То есть, если следовать этой формулировке, наверное, самое лучшее определение рок-музыка – это музыка, которая качает. Это музыка, которая рождает в тебе определенные эмоции. Вот последнее даже мероприятие «Екатый рок». Да, мне безумно понравился там конкурс барабанщиков. Концерты и фестивали, которые организует концертное агентство «Анна Домини» совместно с нашей программой «Пропеллер», это всегда концерты, которые чуть больше, чем просто концерты. Это в первую очередь общение. В первую очередь это ощущение вот этого какого-то единства, праздника, какой-то такой всеобщей гармонии. И мне кажется, что вот это главный плюс, наверное, наших мероприятий. Волнение здесь перемножается с удовольствием, получается по-настоящему круто. Якутск на самом деле очень рокерский город. Погода суровая влияет. Фестивали «Катерок» — это 6 часов живой музыки, 13 лучших рок-групп Якутска, конкурсы с достойными призами и, конечно же, общение. Ну, на самом деле, у нас вообще вот рок-комьюнити, у нас в Якутии развиты достаточно сильно, в других городах такого нет. Если говорят, что тут у нас стагнация застает, это неправда. Круто. Все лучше и лучше. И реально уже начинаешь как бы понимать, что нужно держать уровень, потому что иначе как бы обскочут. Обскакают. Обскачут. Обскачут. Особого внимания заслуживают металлисты — группа Delirium Silence, выпустившая одноименный EP-альбом. В него вошли 6 треков, которые получили высокую оценку слушателей не только в Якутии и России, но даже за ее пределами. Идея обложки была московского художника. Ну, можно интерпретировать ее, конечно, по-разному, я думаю. Мы не хотели, чтобы слушатель взял пластмассовый диск бездушный, да? Когда ты открываешь наш EP, ты можешь почувствовать запах типографии, матовую обложку саму. Ну, мы отнеслись к нашей музыке просто под честность. Этот альбом, он вас сблизил или наоборот? Прошли, получается, через огонь, воду и медные трубы. И так как никто не слился за это время, все в шестерон так и остались, то, несомненно, сблизил. После выпуска EP ты все время хочешь совершенствоваться. EP — это как демо-версия, что ты можешь и как ты звучишь. И, соответственно, на лонплее уже будет совсем все по-другому. Кроме авторского материала на фестивале звучали каверы. Например, группа «Эксклозив» исполнила легендарные композиции Оззи Осборна. Оззи вообще опасный человек, с ним много разговаривать лучше не надо. Я отвечаю за адские запилы. Ну, с молодости я являлся фанатом качественной, хорошей рок-музыки. Ощутить себя хотелось по ту сторону сцены, что ли. Просто играть любимую музыку. Играть для таких, может приносить кому-то другому приятное. Делиться своими эмоциями. Я ради такого живу. Что должны, по твоему мнению, получать люди на таких концертах? Прежде всего, это должна быть какая-то очень мощная энергетика, очень мощный посыл, который должен проходить сквозь прям массу всю и, собственно, они должны его подхватывать. Такие концерты приносят людям романтику, что ли, рокерскую. Это же люди собираются одного мышления, одной жизни, одной судьбы. Я не знаю, что бы я делал без музыки. Хотя у меня был застой такой, я буквально, наверное, лет пять не играл вообще. Ну, получилось так, что вот, занялся снова музыкой. Это мое. Я не нашел себя ни в чем другом, кроме музыки. Ну, мне очень нравятся движения, которые сделала Анна Домини. То есть вот это непосредственно комьюнити и прочие вот эти концерты с хорошим качеством, с хорошей организацией. Это все очень классно. Это очень сплочает и как музыкантов, так и людей, у кого музыкальная атмосфера. То есть все это очень хорошо и грамотно сделано. Если вы прониклись нашей атмосферой и хотите посетить следующий фест, то вступайте в группу ВКонтакте и следите за новостями, потому что следующий огромный концерт «Саундсов Саха», проходящий на открытом воздухе, не за горами. Ну, а наша программа подходит к концу. Это был 392 выпуск нашей телепрограммы. Да, заходите в наше сообщество ВКонтакте, Проб ТВ, оставляйте свои комментарии, слушайте маму и хард-рок. Всего доброго, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok